В Твери на месте бывшего трамвайного депо продолжаются работы по созданию нового мультимедийного парка «Россия. Моя история». Планируется, что в парке при помощи современных технологий будет представлена вся история страны с древнейших времен до наших дней. Сейчас на территории России создано 23 исторических парка. Тверская область станет 24 регионом, где появится такой парк. На каком этапе находятся строительные работы, выяснила Наталья Чекет. О создании комплекса 20 мая в прямом эфире на телеканале «Россия-24» рассказал губернатор Игорь Руденя. И спустя почти полтора месяца на месте будущего мультимедийного парка «Россия. Моя история» уже залит фундамент и ведется монтаж сэндвич-панелей по периметру здания, армирование стен, устройство опалубки и бетонирование лестничных клеток, ведущих на второй этаж здания музея. На данный момент стадии готовности объекта 40% приблизительно. Проблем сильных никаких нет, все решается. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Утвержденный график производства работ, работа на данный момент соблюдается согласно графику работы. Также сейчас обустраивается ливневая канализация, тепловые сети, электроснабжение, вентиляция. Благоустраивается территория парка. Ежедневно в три смены здесь работают 127 человек и 20 единиц техники. Это современное строительство, модульное, что позволяет быстро возводить объекты и не терять в качестве. Вместе с тем воссоздаются все коммуникационные технологии, полностью все коммуникации. В главном здании в 42 залах разместится экспозиция, сформированная по историческим периодам. Рюрикович и Романовы «От великих потрясений к Великой Победе. Россия. Моя история. 1945-й. Наши дни». В работе над созданием экспозиции принимает участие консультативная группа. Специалисты Тверского государственного университета, подведомственных структур, Министерства культуры и Министерства туризма Тверской области. Также свои предложения представит муниципальное образование Верхневолжья. Экспозиция будет открыта в будущее. То есть сами темы будут раскрываться, особенно по 20-21 веку, таким образом, чтобы мы могли, ну и мы, те, кто будет за нами, их модифицировать, дополнять, улучшать, оснащать документами, иллюстративным материалом, цитатами из великих историков, культурологов и филологов. То есть это не некая догма, не застывший контент. В комплекс, кроме главного здания, где расположится интерактивный музей, войдут кассовый павильон с информационным пунктом, торговые павильоны, фудкорт, фонтаны, дворик для детей, амфитеатр, стоянка для авто и автобусов. Планируется, что парк станет и центром регионального молодежного кластера, офисы волонтеров и патриотических общественных организаций, образовательный центр и спортивные площадки, а также зал для конференций и других событий.